Приветствую, друзья! Видите там свечечку маленькую? Да, это картина, уже знаменитая давно, и участник событий, его свидетель. Можно одновременно быть в ситуации и как бы со стороны наблюдать ситуацию. Я вот так наблюдаю ситуацию. Я хочу вас спросить, помните великого Шри Арубиндо, который написал книжку, по-моему, «Приключения сознания» или «Путешествия сознания»? Поправьте меня, если я ошибаюсь, название комментом. Это я так вовлекаю вас в дискуссию коротенькую на 3-5 минут. Так вот, Шри Арубиндо, оказывается, несмотря на то, что он создатель интегральной йоги, он не смог, как он называл это, укротить ментал. Ну, у друга своего, у Павитры, обучал его, обучал и так и не смог. Вот почему мы, например, в школе «Человек будущего» Homo Futurs, можем выходить на нулевое состояние, подбирая синхронные действия текущему состоянию в моменте? А он не знал об этом, и поэтому он не мог ему укротить ментал. То есть там тоже 20 дней он его обучал. Я очень люблю Шри Арубиндо. Я также с большим почтением смотрю Ситхагуру. Но он тоже не смог толком объяснить, как выходить на нулевое состояние. Да, мы в школе это быстро делаем. Почему? Потому что примерами я снабжаю, примерами. Я там говорю о девочке, которая задумалась, глядя в окошко, когда мысли не сопровождаются эмоциями, и потом мысли вообще исчезают. Там много примеров привожу. Дело в том, что когда вы какую-то мысль хотите донести, вам нужно привести примеры. И тогда каждый человек, который эти примеры слышит, вдруг понимает, о чём вы говорите. А просто так сказанная фраза, каждый её понимает по-своему. Поэтому мы никогда не можем понять друг друга. Мой афоризм, запоминайте, кто не знает, мы не живём в головах друг у друга. И чтобы лучше понимать, нужно, по крайней мере, задавать вопросы. Поэтому пишите вопросы в комментах. Чем больше вопросов, тем больше ответов. И следующий ролик я буду делать в зависимости от этих комментариев. До встречи, друзья.